Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Дюфрейн Дюфрейн Просмотреть и найти, что Бог говорил Ему и через Него телу Христа. И не обязательно повторять проповеди, но повторить послание. Аминь. Итак, я нашла в одной из Его книг что-то, что Бог сказал Ему конкретно. И я хочу поднять эту тему сегодня утром. Бог проговорил Ему, «Мои дети в целом любят Меня, но они живут в нищете и в болезни и в поражении». Кто из вас с этим сталкивался? Бог сказал, «Мои дети не живут в благословениях небес». И затем Он сказал, «Потому что». Заметьте, если мы не живем так, как нам предназначил Бог, тому всегда есть причина. И она не со стороны Бога, а со стороны человека. Итак, Бог сказал, «Они не живут в благословениях небес, потому что они поклоняются Мне недостаточно». В связи с этим мне нужно вернуться к тому, чему нас учил Папа Хеггин. Он нам часто говорил, «Хвала приносит помазание, а помазание разрушает ярмо». Соответствует ли это Писанию? Несомненно. Слово говорит, Бог живет среди словословий Своего народа. Как Он живет в нашей хвале? Через свое помазание. И когда мы прославляем, помазание Божье может проявиться, потому что когда Бог прославлен, Он являет Себя. Он приходит. Аминь. Итак, Папа Хеггин учил нас в соответствии со Словом, что хвала приносит помазание, а помазание разрушает ярмо. Люди говорят, ну, местописание про то, что Он живет в словословии Своего народа, это Ветхий Завет. Да, Он живет в Своих людях сегодня, но Он все еще живет в хвале. Аминь. Мы носители Его присутствия. И это значит, что когда мы поклоняемся, наше поклонение влияет на атмосферу вокруг нас. Аминь. Так что нам полезно поклоняться у себя дома. Зачем? Чтобы Его присутствие ощущалось у нас дома и влияло на атмосферу. Аминь. Итак, Бог сказал брату Норвалу Хейзу, они не живут в благословениях небес, потому что они поклоняются Мне недостаточно. И я бы перефразировала это так. Они не поклоняются достаточно долго, чтобы помазание пришло и разрушило ярмо. Потому что часто на это требуется какое-то время. А иногда, в зависимости от того, через что вы проходите, может потребоваться больше времени, чтобы ваше сердце присоединилось к тому, что вы говорите в вашем поклонении. Не ментальное поклонение приносит помазание, но поклонение, которое течет из вашего сердца, когда ваш дух задействован. И для этого может потребоваться какое-то время, в зависимости от того, с чем вы столкнулись. Бывают, восстают обстоятельства, которые пытаются удержать наше внимание на умственной арене. И нам нужна практика, чтобы научиться отключать свой разум и подключать свой язык к духу. Аминь. Чтобы мы поклонялись сердцем. И когда мы поклоняемся сердцем, это значит, мы по-настоящему искренне. Мы не просто говорим Богу льстивые слова. Аминь. Но мы искренне выражаем благодарность и признательность нашим духом, который больше всего похож на него. То есть мы не ошибемся, сказав, «Мои люди не живут в благословениях небес, потому что они не поклоняются мне достаточно долго, чтобы пришло помазание и разрушило то ярмо, которое пытается на них повлиять». И дальше Бог сказал брату Норвалу, «Ты учишь вере и исповеданию, ты молишься за больных». Кто из вас знает, что это правильно? Но тебе нужно поклоняться мне больше. То есть правильно делать все остальное, но неправильно забрасывать поклонение. Значит, учение об исповедании, само исповедание и молитва за больных никогда не заменят поклонение в нашей жизни. Итак, Бог сказал ему, «Тебе нужно поклоняться мне больше, и тебе надо учить мой народ поклоняться мне больше». Вы можете спросить, почему людей надо этому учить. Их нужно учить тому, что когда обстоятельства давят им на голову, идут против их разума, их жизни, это не время перестать поклоняться. Вам следует знать, что это как раз время поклоняться. Почему? Чтобы под впечатлением и в замешательстве от умственной арены вы не попали в ее плен и не последовали за ней, но остались подключенными к духу, из которого течет победа. Видите ли, победа находится в вашем духе, потому что дух святой в вашем духе. Победа не в вашем разуме, а на вашем духе. Поэтому дьявол делает все возможное, обрушивает на нас разные обстоятельства и стратегии, бомбардирует наш разум, затягивая нас на умственную арену, чтобы мы не остались на арене победы. Он хочет вытащить нас с арены победы, арены веры, арены нашего духа. Поэтому необходимо учить людей поклоняться Богу вместо того, чтобы волноваться, поклоняться Богу вместо того, чтобы бояться, поклоняться Богу вместо того, чтобы быть в депрессии, пред лицом волнений, пред лицом страха, пред лицом депрессии. Чем больше вы поклоняетесь, тем меньше вы погружаетесь во все это. Поэтому людей необходимо учить, ведь это настолько естественно, пойти вслед за своим умом, настолько естественно поддаться своим чувствам, страху, волнениям. И нужно учить людей, не идите туда, не идите привычным вам путем, не идите путем разума, не идите путем плоти, идите путем поклонения. Необходимо учить людей, не пытайтесь разобраться в своей проблеме, поклоняйтесь. Пока вы будете поклоняться, Бог будет действовать вам во благо. Аминь. Почему? Потому что когда вы поклоняетесь, вы приносите помазание, и помазание начинает действовать для вас. И оно разрушает стратегии и бомбардировки врага. Аминь. Итак, Бог сказал брату Норвалу, «Тебе нужно поклоняться мне больше, и тебе нужно учить мой народ поклоняться мне больше». Почему? Потому что нас всю жизнь учили, что беспокойство – это то, как надо жить, ведь все так живут. Для нас это не вариант. Нам придется оставить общение с Богом, чтобы начать волноваться. нам придется оставить общение с Богом, чтобы быть в депрессии. Нам придется оставить общение с Богом, чтобы взять на себя бремя страха. И когда мы поклоняемся, мы выбираем, мы выбираем, мы выбираем, быть поглощенными им вместо приходящих мыслей страха, вместо беспокойных мыслей. Аминь. Это наш выбор. Итак, Бог сказал брату Норвалу, «Тебе нужно поклоняться мне больше, и тебе нужно учить мой народ поклоняться мне больше». Нам нужно стать в этом умелыми. Нам нужно тренироваться. Когда разум под усиленной бомбардировкой, когда он перегружен, нужно тренироваться, отворачиваться от этого. Как от этого отвернуться, переключить свое внимание? Нужная вам помощь не в вашем разуме. Наша помощь в Слове Божьем и в нашем Отце, а Он в нашем Духе. Аминь. Нам необходимо обратиться к Нему. Итак, Он сказал, «Учи мой народ поклоняться мне больше». И я хочу, чтобы вы послушали эту последнюю фразу. Это то, что Бог сказал брату Норвалу. «Если ты научишь моих детей поклоняться мне больше...» Послушайте, если их этому учат, им нужно это делать. «Если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю для них великое и недоступное». Подумайте об этом. Он говорит, «Если вы будете поклоняться мне, вы войдете в поток великого и недоступного». Что такое великое и недоступное? Ну, что вам нужно, чтобы Бог сделал? Он совершит для вас чудо. Аминь. Сила исцеления будет действовать в вашей жизни. Обеспечение будет действовать. Великое и недоступное. Заметьте, Бог сказал, «Если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю». Я сделаю. То есть, Он реагирует на поклонение. Он реагирует на поклонение. Оно дает Ему повод действовать. Он начинает действовать, когда мы что-то делаем. Аминь. Послушайте. Бог предлагает нам великое и недоступное. Он нам это предлагает. И Он говорит, «Если вы будете поклоняться, то вы войдете в поток великого и недоступного. И нам было бы полезно принять Его предложение». Мы принимали другие предложения. Мы принимали предложение беспокойства. Не так ли в прошлом? Мы принимали предложение страха. Мы принимали предложение депрессии. Бог говорит, «Я предлагаю вам великое и недоступное. Оно ваше, если захотите. И вы можете взять это через поклонение». Это не единственный способ, но один из способов. Он говорит, «Если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю для них великое и недоступное». Когда Бог говорит, что Он сделает великое и недоступное для нас, Он говорит о великом и недоступном согласно Его определению. То, что Он называет великим и недоступным. Не то, что человек называет великим и недоступным, но то, что Он называет великим и недоступным. Разве не здорово? Да. И Он сказал, «Если мои дети будут поклоняться мне больше, очевидно, поклонение влияет на нашу способность сотрудничать с Ним в великом и недоступном». Поклонение влияет на нашу способность получить великое и недоступное. Я искала в Новом Завете и нашла 120 мест, где используется слово «получить», и это только в Новом Завете. Так часто люди думают, что нужно добиться, чтобы Бог дал что-то. Но это не так. Он уже благословил нас. Суть в том, чтобы мы выполнили свою часть. Видите ли, дать – это Божья роль, но получить – это роль человека. И подумайте об этом. Новый Завет не сосредотачивается на Божьей части. Он уделяет внимание нашей части тому, что мы должны делать. Новый Завет, конечно, рассказывает нам о том, что Бог уже сделал. Подумайте об Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Обратите внимание, то, что нам нужно для того, чтобы иметь жизнь, уже дано нам. Нам не нужно добиваться, чтобы Он снова дал нам. Иисус – подарок, уже отданный всему миру. Так? Итак, нам не нужно добиваться жизни. Нам нужно получить ту жизнь, что нам уже дана. Не так ли? Теперь подумаем о послании Ефесянам 1,3. «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Он сделал это для нас через Иисуса Христа». Мой любимый перевод – это перевод Норли. «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всем, чем наслаждаются сами небеса». Заметьте, Он уже благословил нас всем, чем наслаждаются небеса. То есть, Бог не удержал от нас ничего, что есть на небе. Всем, чем наслаждаются небеса, Он нас уже благословил. Это все доступно нам. Итак, нам не нужно добиваться, чтобы Бог дал нам благословение. Он их уже дал. Не так ли? Аллилуйя! Далее, давайте посмотрим первую главу Колоссянам. Я прочитаю 13 и 14 стихи. Здесь сказано. «Бога, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, которым мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Обратите внимание, здесь речь идет о том, что Он уже дал. То есть, не нужно добиваться, чтобы Бог дал. Нужно добиться, чтобы мы получили то, что нам уже дано. Мы читали, что Бог сказал брату Норвелу Хейзу, «Если ты научишь моих детей поклоняться мне больше, я сделаю для них великое и недоступное». Другими словами, великое и недоступное станет явным. Становится очевидно, что поклонение играет роль в нашей способности получить. Оно ставит нас в положение, в котором мы сможем получить то, что Бог нам уже обеспечил. Аминь. Поклонение, очевидно, готовит сердце, готовит дух человека к тому, чтобы получить великое и недоступное. Аминь. Если вы уделите время для поклонения Богу и пребывания в Его присутствии, ваш дух не останется прежним. Вы не можете побывать рядом с величием и уйти такими, как были, если вы внимательны, конечно. Так? Каждый раз, когда вы в Его присутствии, и в это вовлечен ваш дух, ваше сердце в этом участвует. Это не просто на уровне разума, но вы общаетесь с ним от сердца. Это повлияет на ваше сердце. После общения с людьми, которыми вы восхищаетесь, или людьми, которые добились чего-то великого, уходя, вы замечаете, что что-то изменилось в вас. Вы загораетесь, воодушевляетесь. Бог более чем воодушевляет нас. Он расширяет нас. Аминь. И когда мы в Его присутствии, наш дух, а-а-а, начинает простираться. Он желает больше Его величия. Аминь. Пребывание в Его присутствии не может не повлиять на нас. А именно поклонение позволяет нам пребывать в Его присутствии. В нашей гостевой комнате есть ваза с конфетами. И когда дети были помладше, Лиам, Берр и Нэнси заходили, и я говорила, возьмите конфет. Но их ладошки были такими маленькими, что они могли взять только одну или от силы две конфеты, если удавалось захватить за пантик. И что я делала? Малыш, этого недостаточно. И я запускала в вазу свою руку и нагребала полную горсть. Тебе не обязательно есть все сразу. Можешь, если захочется, это было бы здорово. Но! И я просто начинала набивать им карманы. Зачем? Но потом... Когда люди не развивают свой дух, они ограничены в своей способности взять то, что им предложено. Их духовные руки, если можно так выразиться, недостаточно большие, чтобы взять целый ворох. Аминь. Слово говорит, что он ежедневно нагружает нас благами. Почему? Благ так много, что в один день все не вместить. Каждый день он продолжает нагружать больше и больше и больше. Но нам нужно быть способными получить этот груз. Именно так звучит слово. Он ежедневно нагружает нас благами. Благ так много, что нужно день за днем, день за днем их отгружать. А не просто тут чуть-чуть, там немного. Почему бы нам не жить жизнью, загруженной благами? Жить в изобилии. Тогда не будем оставлять свой дух неразвитым. Как развивать дух, питаясь словом и общаясь с Богом в молитве? И поклонение – это часть общения с Богом в молитве. Это расширяет нас. Почему? Потому что мы рядом с тем, кто так велик. И это увеличивает нашу способность взять что-то, получить что-то. Итак, Бог сказал, «Если мои дети будут поклоняться мне больше, я сделаю для них великое и недоступное». Обратите внимание, чем больше мы поклоняемся, тем больше мы расширяемся, и тем больше мы способны получить великое и недоступное. Аминь. Вот что Бог нам предлагает. Бог настолько доволен нами и благоволит к нам, когда мы поклоняемся, что Он не может не отреагировать, сделав для нас что-то великое. Заметьте, Он не пытается заполучить поклонение, чтобы почувствовать себя хорошо. Но Он пытается добиться, чтобы мы поклонялись, ради того, чтобы Он мог больше вложить в нас, дать нам и через нас другим людям. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, 24-й псалом. 24-й псалом, 14-й стих. И я буду читать в расширенном переводе. 24-й псалом, 14-й стих. Здесь сказано. Тайна. А-а-а. Если это тайна, нам нужно начать копать, так? Тайна. Сладкого. Отрадного. Общение с Господом. Боящимся Его, почитающим Его и поклоняющимся Ему. И Он покажет им Свой Завет и откроет им Его глубокое внутреннее значение. Если можно так выразиться, есть слои Его Слова. Многие люди просто скользят по поверхности. Но Он говорит о тех, кто имеет почтение. Позвольте сказать, на самом деле поклоняться – это уважать Его. Поклоняться – это почитать Его. А в современной культуре мы нечасто слышим об уважении и почтении. Но Слово не перестало об этом говорить. «И Бог говорит о тех, у кого есть глубокое уважение, у кого есть почтение к Богу и к Его Слову, настолько, что они поклоняются Ему». Можно ли сказать так? Та степень, та мера, в которой мы почитаем Его, видна и степени нашего поклонения. Аминь. Мы можем быть о Нем высокого мнения. Мы можем дорожить им. Но мы по-настоящему показываем это поклонением. Поклонением. Что это значит? Вполне возможно, мы испытываем к Нему более глубокое почтение, чем мы были способны выразить. Нам необходимо выражать свое почтение. Аминь. Потому что я убеждена, что у большинства христиан на самом деле есть почтение к Богу, но мы не были научены это выражать. Если вы будете это выражать, Бог отреагирует на ваше выражение. И Он отвечает великим и недоступным. Аминь. Я много лет назад слышала, как кто-то сказал, невысказанный комплимент, как неподаренный подарок. Вы когда-то встречали кого-нибудь и думали, о, какая замечательная стрижка, какое красивое платье, но не говорили об этом. Ну, тогда вы оставили что-то, что могли подарить этому человеку неподаренным. Но если бы вы сказали комплимент этому человеку, это было бы для него подарком. Для людей так много значит, когда вы не просто думаете, но говорите, как прекрасно вы сегодня выглядите, я так рад встрече с вами. Так? Что это значит, я вас замечаю? С людьми что-то происходит, когда мы им говорим, я так рад вас видеть, и говорим искренне? Или просто говорим, то, чем вы сегодня помогаете в церкви, благословение для меня, большое вам спасибо за то, что вы делаете, и говорим искренне? Тогда с людьми что-то происходит. Так? Точно так же, когда вы выражаете почтение Богу, что-то происходит с вами. Аминь. С вашим духом что-то происходит, когда вы признаете личность такого уровня. Отдаете должное кому-то настолько великому. Замечаете его. Видно, что ваше внимание направлено на кого-то, кто больше вас. Аминь. Вы знаете, почему некоторые люди нещедры на комплименты? Возможно, потому что они настолько поглощены собой, что даже не замечают других людей. Опасно так жить по отношению к Богу. Быть настолько поглощенными собой, что вы даже не замечаете того, что Он делает и хочет совершить для вас. И именно вы обделены, когда не замечаете Его. Поклоняться – это замечать Его. Отец, я замечаю. Я замечаю. Какое избавление Ты принес в мою жизнь. Я замечаю, что мои дети живут не так, как другие дети. Из-за того, что сделал Ты. Я признаю это. Я отношусь к этому с почтением. Я помню это. Я думаю, что большинство христиан на самом деле почитают Бога, но иногда мы недостаточно это выражаем. Как в браке. Вы можете на самом деле любить и ценить свою вторую половинку. Но если вы не особо выражаете это почтение и восхищение, взаимоотношения могут начать ослабевать. Общение в этом браке может пойти на спад просто потому, что люди не выражают то, что на самом деле чувствуют. То, что они на самом деле думают о другом человеке. Если бы люди в браке каждый день говорили о чем-то, что они ценят в своей второй половинке, я вам гарантирую, итоги этого брака были бы другими в конце каждого дня. Аминь. Люди не идут на бракоразводный процесс, говоря о том, насколько они дорожат друг другом. Так? Возникает недостаток благодарности, недостаток признательности, и это приводит людей к неправильному исходу. То же происходит и в отношении Бога. Если мы не выражаем надлежащую благодарность, подобающее почтение, наша жизнь может оказаться в тупике. Не потому, что у нас не было почтения, а потому, что мы не выражали его. И именно об этом Бог сказал брату Норвелу Хейзу. «Научи моих детей поклоняться мне больше». Скажем так, научи моих детей выражать то поклонение, что у них есть, или то почтение, что у них есть ко мне. Почему? Потому что он отреагирует на это, и именно этого он хочет отреагировать. Аллилуйя! Он хочет ответить на наши нужды, на жизненные ситуации, на наши обстоятельства. Он хочет ответить. Почему? Потому что он хочет, чтобы мы были не жертвами обстоятельств, а победителями. Аминь! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.